За прошлый год сделана основная была наша аллея, которая в принципе пересекает весь парк полтора километра. На входе в парк установили огромный макет. Зам главы города Антон Шаламенцев рассказывает губернатору, каким раньше был юбилейный и каким он становится сейчас. Решение о реконструкции объекта приняли еще в 21 году по итогам голосования жителей. В 22 и 23 годах на его благоустройство предусмотрено более 187 миллионов рублей. Более 96 из федерального, чуть больше 74 из краевого и 16,5 из городского бюджета. Сейчас идет второй этап реконструкции, горожане же недавно проголосовали за третий. В основу своей как раз легли площадки спортивного направления, развлекательные, детские площадки для выделяющих животных. Особенность юбилейного в том, что в разработке эскизного проекта парка активно участвовал общественный совет, который появился еще до начала реконструкции. Активисты не прекращают работу и сейчас. Мне, знаете, интересно, вот как все-таки жители, общественное, здравствуйте. Как жителей вы вовлекаете? Какой-то сайт есть, какая-то группа есть, что-то как... Да, у нас есть, 20 группы есть, да, обязательно. Мы когда субботник 14 мая 2021 году проводили, значит, собрали где-то, Любовь Николаевна, где-то около 500. Человек 500, да. С тех пор в парке не только убрали мусор, здесь появилась красивая центральная аллея, светильники и система видеонаблюдения, скамейки и урны. За масштабные изменения губернаторы и общественников благодарили, просто гуляющие в юбилейном. Здравствуйте, здравствуйте. Такой замечательный парк у нас, преобразил тебя рядом с домом. Вы рядышком живете, да? Да, через дорогу. Марина меня зовут. Да, очень приятно. Мы всей семьей любим гулять, проводить время. На самокатах, с колясками, все очень нам нравится. Ждем дальнейшего преображения. Спасибо, что вы обратили внимание на такой замечательный парк. Спасибо, спасибо всем. Дреба времени и возможностей, и восстановления. Самое главное, что людям нравится, они обратились. Вот общественный совет целый у нас создан, где наши коллеги. Жители выбирают парк не только для прогулок, но и для разного рода активности. Например, Владимир – представитель сообщества экстремалов. Вместе со своими друзьями три года назад в юбилейном построили трассу для экстремального катания. Так как у нас скейтпарков нет в Бурнауле, нам пришлось свой сделать скейтпарк. Пока нет. Пока мы в следующем году, как раз правее, правда, там территория более предназначена для организации этого пространства. Будет хороший, большой, профессиональный такой скейтпарк. Во время его строительства планируют привлекать таких профессионалов, как Владимир, чтобы новый скейтпарк соответствовал всем пожеланиям любителей экстрема. У юбилейного огромная территория, и в течение нескольких лет, по мнению людей, и губернатор с ними согласен, парк может стать одним из любимых у горожан. Мы вообще за последнюю пятилетку, 134, я просто вот так сейчас на память помню, когда-то каким-то событием готовился, 134 таких общественных пространства по краю благоустроили на сумму больше двух миллиардов рублей. То есть, в принципе, то, что объектов очень много, из них же надо что-то выбрать, и здесь голосование жителей, оно очередную роль играет, поэтому вы молодцы, что это движение и поддерживаете, и ведете, и людей вовлекаете. Виктор Томенко просил общественников и дальше активно сотрудничать с властями, чтобы идеи, которые возникают у горожан, впоследствии воплощались в реальность. Ведь общественные пространства города меняются благодаря предложениям и голосам его жителей. Именно они заинтересованы в том, где им отдыхать и проводить время, не покидая Барнаул. Татьяна Голубева, День Столка.